Всем привет, меня зовут Юля, мне 28 лет, это мой сынок Максим, и я мечтаю открыть свою ногтевую студию. Меня зовут Лена, а это моя дочка Мила. Я хочу создать в Омске студию афроплетения. Меня зовут Людмила, я счастливая мама двух детей и владелица зоослона Fashion Dog в Омске. Людмила Ромина открыла зоосалон и школу груминга, занимается стрижкой и разведением собак, готовит их к выставкам. Чемпион России по грумингу. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Когда ты занимаешься своим любимым делом, вот прям любимым, ты можешь им заниматься 24 на 7. И это в реалии так, потому что кто меня знает, пока у меня не было детей, я там жила. Когда у нас в выставке, у нас там надувался надувной матрас в зале, и мы там спали с этими собаками, со всеми выставочными на матрасе. Мне никогда не надоедает это. На самом деле, есть, приходится очень часто поездки на мастер-классы, на семинары, как сама их дают, так и посещают других. У меня выставки, да, все, здесь Цацип, Новосибирск, Тюмень, вот Псков поеду. Ей хотя бы там раз в месяц надо план умотать. Я для себя намечаю план в начале года. Стараюсь не злоупотреблять поездками. Уграничиваюсь одной поездкой в месяц. Смотрю, что там нашла в календаре, что-то помечает, и говорю, чего начинается. Лыжи уже мажешь, да, куда-то там. Ты уехал из дома, даже там на 2-3 дня у тебя маленькие дети, которым, ну, у них есть потребность маме все-таки, их двое. И они еще совсем маленькие, вот. Муж, который тоже не должен забывать, что у него есть жена. Вот, естественно, домашнее хозяйство, собаки, и по большей части все равно собаки это мои. Я собаку хотела 10 лет, никто мне ее не покупал, и вот чем это закончилось. Поначалу я говорила, что у меня будет дом, ну, а море собак, куча, это все так прекрасно. Ты, эти вот розовые фантазии, там, что сидишь на травке, вокруг тебя куча собачек, но это вот картинка. По факту это не так. Чтобы эти были куча собачек, ты должен просто там зарыться в этих собаках, не выходить, тебя видно не будет, ты никогда не будешь в нормальном виде. Это адский труд на самом деле. И было принято решение, что у нас будет 3 собаки, но появилось 4, и мне всегда говорят, Люся, у нас уже 4 собаки дома, 4 собаки дома, еще мамы 2. Я люблю животных, для меня вообще это не проблема. У меня даже пока не было собак, у меня была куча книжек с иллюстрациями, были журналы глянцевые по поводу всех выставочных собак, были календарики с щеночками, с собачками. Я скупала во всех роспечатях эти календарики, потом приходила в зоомагазин, пытала людей, что это за порода. Когда у меня уже был более осознанный возраст, это был 10 класс, мне разрешили взять собаку, как раз перед переездом в Омск. С нее все началось. Ощущение того, что нужна команда, приходит тогда, когда ты понимаешь, что 24 часа в сутки тебе просто физически не хватает, ты хочешь отдыхать, ты не можешь позволить себе уехать в отпуск, потому что ты жнец и жрец на дуде и грец, а когда ты уехал в отпуск, ты почему-то останавливается. Второй момент. Наверное, нужно начинать не с подбора команды, с подготовки к подбору команд. Во-первых, те люди, которые у вас будут работать, должно четко понимать, что им делать, и второе, они должны четко понимать, для чего им это делать. Идеал, конечно, описать бизнес-процесс прямо от А до Я. Там четко должно быть написано, как человек с утра пришел и что он должен делать в течение дня. То есть нужно прописать как можно более подробно. Это могут быть должностные инструкции, это могут быть трудовые договоры, это могут быть любые какие-то регламенты по списанию продукции ненадлежащего качества, по тому, как ты должен быть одет, Как ты должен разговаривать с клиентом, то есть что ты должен сказать, когда он заходит, через сколько минут ты должен это сказать. Все то, что вы делали раньше сами, все это нужно выложить в каком-то электронном виде, либо на бумагу, для того, чтобы людям более подробно все это объяснить. Почему лучше выложить все это в каком-то таком печатном виде? Потому что человек воспринимает 20, ну это в лучшем случае, процентов информации, то есть мы все время куда-то отвлекаемся. Поэтому желательно дать ему все это почитать еще надо, если вы приняли решение, что этого человека будете принимать, и потом еще принять у него какой-то экзамен. А как ты будешь делать вот в этой ситуации, а вот в этой ситуации, то есть получить как-то получается от него обратную связь, да? Сделать так, чтобы он все-таки понял, что от него требуется и делал свою работу более качественно. У нас разделились, делегировались полномочия. Мы делаем так, что у нас один день конкретно детьми занимается мама, один день занимаюсь я. Вторник, четверг, суббота я на работе, в это время занимаются детьми муж. Когда я взяла собаку, я взяла собаку грумируемую, то есть это собака, которая требует стрижки. Я жива в маленьком городке, и там не было грумеров. И в то время, 15 лет назад, вообще еще и даже в больших городах не все и знали, что это такое. Я, в связи с тем, что все детство провела вместе с мамой парикмахерской, понимала, что нужно ножницы, расческу для счастья и подстригать. Были картинки, были журналы, были книжки. Видишь, стрижешь, пытаешься что-то сделать подобное. Я руководствовалась тем, как стригут людей. То есть техника, какие-то объемы, это все взято было из стрижки людей. С этого и началась вся вообще история, что касается груминга. У Лисы была мечта, да, то есть она хотела, чтобы у нее был салон, она хотела, чтобы у нее был хэмпинг-зал, где она будет заниматься дрессировками с собакой. У нас проблема в том, что у нас нет четких цифр. Я не математик, я живе. Я, мне с математикой все плохо. Поэтому я больше визуалист. Я себе представила картинку, как это должно быть, я к этому стремлюсь. Думал ли я, что я буду участвовать в этом процессе или нет? Просто шел. Просто шел вперед выполнять задачи, которые были поставлены. Я практически всегда знала, что я хочу. Я сейчас на своих детей смотрю и думаю, как бы не пропустить этот момент, когда это не просто какое-то мимолетное, там, ай, хочу, там, да, а когда именно вот направленность ребенка, когда действительно ему это надо, у него есть какая-то определенная потребность. Мы познакомились с Лисей вообще было 17 лет. Вот. Она собиралась поступать в сервис, а стригла она, ну так, в, скажем так, в свободное время. Когда я сдавала уже дипломную работу, мне на кафедре сказали, что ты от чего ушла, к тому и пришла. У меня потому что дипломная работа была на моделях на собаках. К окончанию института институт больше ушел на второй план, а собаки, наоборот, большую часть заняли в моей жизни. Я просто прошла на самом деле все. Я стригла дома, я стригла у людей, ездила. В 11-м классе нам пришлось переехать. Мы переехали в Омск. Здесь надо было чем-то заняться. Я понимала, что я могу стричь свою собаку, почему бы и не стричь еще чьих-то. Я взяла, напечатала объявление на принтере черно-белой и развешивала по всем дворам, до магазина. Таким образом появились первые клиенты просто с арфаном радио. Ты постригла одного, ему понравилось и идешь просто к другому. Особенно было максимально неудобно ее родителям. К Люсе приходишь домой, у нее там эрдель стоит огромный, она его там щипает, вокруг там кубы, шерсти. Мне родители сказали так, дорогая, кухонный стол, мы за ним едим. Давайте куда-нибудь дальше. Помимо того, что ты стрижешь в абсолютно неудобных условиях на полу, на коленках, на каких-то журнальных столиках, на кухонных столах. Потом мы приспособили гладильные доски. Самое страшное, это было время, когда ты не успеваешь обслужить клиентов столько, сколько возможно. Мы начали искать помещение. Двое суток мы не спали, не ели. Мы там вдвоем это все красили, отмывали и приводили в божеский вид. Сейчас мы уже там существуем, вот девятый год. Алло, Слав, привет. Как дети? У нас сегодня футбол, ну и вечером домой. Как у вас дела, хорошо все? С первым ребенком еще как-то это можно было процесс затянуть. Там первый месяц ты выходишь раз в неделю работать, второй месяц. То со вторым ребенком, естественно, этого не получилось. То есть через три дня я вышла на работу. Мне встало просто дома очень плохо. Вызвали скорую, у меня была температура, я не могла встать. Через три дня подошел муж, сказал, слушай, ты три дня лежишь с температурой, я бегаю за тобой. Тут два ребенка, которые тоже орут и непонятно что с тобой. Иди к этому на работу. И сразу все как руку. У меня ничего не болит, довольная женщина, светится, счастливая. Мы посмотрели, как ненормальную, сказали, ну вот, клиника. Я была хендлером. Хендлер – это человек, который выставляет и показывает собаку, презентует собаку на выставке. Дрессировки были в одном месте, стрижки у нас в салоне. Я понимала, что у меня нет времени даже на себя и вот на передвижение. И мы потом придумали, что у нас там еще и хендлинг-зал был небольшой. Мы что-то там перепланировку сделали. Я начала заниматься у себя в зале, сократила просто уйму времени себе, сэкономила в передвижениях. Я могу разбавлять свою деятельность. Сделала себе расписание такое, что я стригу двух собак, потом пошла позанималась, вернулась спать к стрижкам. Для меня это стало максимально комфортно. Начали набирать группы послушания. К нам потянулись еще несколько хендлеров, которые занимаются не только ринговой дрессировкой, но еще и ведут послушание. У нас называется курс «Городская собака». Это нужно для владельца, чтобы он понимал, как с ней жить, что с ней делать и вообще как ее понять. То есть ко мне приходят люди с маленькими щеночками, я их отправляю на занятия, на послушание. Если это животное гладкошерстное или крупное, я отправляю его к другим девочкам-хендлерам, которые могут непосредственно дать им полноценные занятия и могут с ними заниматься. Я начала делиться своей работой и распределять уже непосредственно деятельность между какой-то группой лиц. Есть проблема с тем, что кадры бегут. Кадры бегут и кадров набрать, особенно в провинциальном городе, очень сложно. Должна быть разработана, безусловно, система мотивации. Без этого вообще никуда. Должна быть человеку четко понятно, из чего складывается его заработная плата. Либо какие-то планы там выставляются, он четко понимал, что план, например, 100 тысяч, и ежедневно, например, себе отмечал, как он идет в этом плане. Плюс еще могут быть какие-то мотивации в рамках бонусов. Это маркетинговая история идет, когда вы хотите замотивировать своих сотрудников совершить подвиг. И есть система нематериальной мотивации. Это, к слову, что ласковое слово и кошкой приятно. Это когда людей каким-то образом поощряют, вывешивая их прекрасные лица на каких-то досках почета, выделяют на каких-то корпоративных мероприятиях, вывозят на какие-то шашлыки, какой-то годовой абонемент в бассейн вы даете, бесплатное питание. Есть система такая демотивация, которая касается того, что если человек что-то делает неправильно, то есть, условно, вы ему озвучили, что ты должен, например, с 9 до 10 утра делать то-то и то-то, он этого стандартно не делает, тогда вы можете его оштрафовать. Но это тоже должно быть оговорено на берегу, и об этом говорится на собеседовании. Вы же не осчастливили людей тем, что вы дали им рабочее место. На самом деле он тоже выбирает то место, которое ему наиболее выгодно под солнцем. И получается, вы в данной ситуации выступаете в роли продавца, который продает вакансию. Поэтому вакансия в данной ситуации рассматривается как продукция, которую вы торгуете. И поэтому, чем более выгодно будет ваша продукция, тем с большей вероятностью люди держаться будут за ваши места работы, у вас будет меньше текучести кадров. Это не бизнес. Бизнес – это когда непосредственно автономно работает центр, когда тебя там нет. А когда ты за все отвечаешь, и ты во всем этом участвуешь, это не называется бизнес, это называется работа твоя. По факту очень сложно оставить, даже какие-то моменты есть, когда тебе надо уехать, а ты переживаешь, что что-то там случится не так, и тебе за это отвечать, потому что это лицо твое, по большей части. Для меня было самое сложное психологически делегировать какие-то полномочия. Получилось так, что было перенасыщение клиентов, возникла такая потребность в человеке, кто будет помогать. У нас, да, есть определенный сложившийся коллектив. Я, конечно, очень дорожу своей командой. У нас, помимо помощников и администраторов, у нас появились еще дополнительные грумеры. Сфера услуг – это такой момент, что надо все время контролить. Я занимаюсь только стрижкой. Девочки-помощники грумера, они занимаются только мытьем. Мытьем, вычисыванием колтунов, сушкой. Мы успеваем больше, часовые роботки у нас больше, клиентов мы можем больше обслужить. И тем самым себе облегчить чем-то задачу. Сейчас, уже по прошествии времени, я понимаю, что здоровье превыше всего. Я не могла привыкнуть долго к маске, не могла долго привыкнуть сидя работать. То есть я работала стой. У меня аллергии нет, но со спиной есть проблемы. Я ехала домой, благо, что муж был за рулем, у меня что-то заклинивало в спине. Я вот так вот откидывала сиденья, падала, у меня было сквозь, что я не могла дышать. Нервы, связки, мышцы. На самом деле, это страшная история. Теперь я работаю в корсете, в компрессионных чулках, сидя. У нас может быть, да, на столах 4 собаки, но при этом в течение 2 часов все 4 собаки уйдут. И это очень удобно. Сейчас все организовывается вокруг клиента. Клиенту должно быть комфортно. Они могут приобрести корм, или если его нет в продаже, они могут его заказать. Помыть собаку, сделать генические процедуры, подстричь ногти, почистить зубы. Есть трюковая дрессировка. У нас можно приобрести аксессуары. Посоветовать там жениха на вязку, или там невесту найти. Можно записаться на выставки. На первый день я запишу всех терьеров, а на второй день биглей, бешонов и... Ну, все такую, всякую мелочь. Поедем все вместе, возьмем ребенка, биглей, собак. Ребенок хочет, и он мне каждое утро говорит, я тебя буду хорошо вести, возьми меня с собой на выставку. Говорю, ле, там отдыхать-то не придется. Он говорит, я просто с тобой, я посмотрю, как ты работаешь. Люди некоторые даже не знают до сих пор, что у меня двое детей, они считают, что у меня нет детей, или что один ребенок. Она когда первый раз была беременная, она практически до последнего остыгла. И второй раз она была беременна, и я говорю, давай сделаем так, ты вот последний месяц, все, ты уходишь. Я уехала в роддом, мне сказали, придешь после выходных и будем рожать. Ну, естественно. Я сказала, мама, пакеты домой, меня на работу. Алло, я вас могу подстричь? Быстро, через пять минут быть у меня. Кто-то играет в карты, кто-то там в тетрис, у кого-то еще какие-то игры, да, посерьезнее, покер. А у меня вот игра в собак. Игра заключается в чем? Есть определенный стандарт породы, и собака у тебя либо соответствует, либо не соответствует. Твоя задача показать ее с такой стороны, чтобы она была красивая, прекрасная, и получила максимальную оценку, и выиграла всех. То есть в этом, естественно, есть свои секреты, как можно сделать из не очень ровной, не очень красивой собачки практически чемпиона мира. Естественно, это колоссальный труд. Тебя победила собака, не ты. Где твое окно? Где твои в этом амбиции? Давай лучше езди на конкурс грумеров. Это тот же самый азарт, но только там ты себя позиционируешь как грумера и растешь как профессионал. Я в том году посетила почти все конкурсы, которые были в России. Мне, конечно, хотелось самоутвердиться в России. Уровень высокий. Поначалу тебе очень страшно, а потом, когда ты уже вторая полгода ездишь, ты примерно видишь результаты людей, на кого можно равняться. Кто тебе конкретный конкурент, такой азарт у тебя определенный есть. Я наездила, естественно говоря. Я думаю, вообще не видели. Открыл еще один ящик Пандоры. То есть выставки никуда не делись, но добавились конкурсы. Ничего так лучше не продает, чем результат. Этот результат надо уметь упаковывать. То есть я, в общем-то, этим и занимаюсь. Он числится там директором, собственно, и по праву этим человеком называется. Я поддерживаю вот это вот все, чтобы оно функционировало. Мне очень тяжело и делать, и придумывать, и осуществлять. Я занимаюсь творческой частью и непосредственно рабочим процессом. Слава занимается вот какими-то внутренними делами. И все непонятные вопросы. Вот когда что-то очень неприятное и непонятное, вот я иду решать неприятные и непонятные вопросы. Все, что касается цифр, какой-то рекламы, дополнительных каких-то дел, которых абсолютно не видно в салоне, да, какого-то ремонта, или там привези-увези, там еще что-то, у нас, конечно, ответственная слава. Как идея фикс какая-то проснется, она все, перестановка. Какая-то постоянно шкафы. Я куда-то, куда-то, куда потащил этот шкаф. Ты бы не сказала, да, ну тебя дождешься, там начинается. Он молодец, он умеет, он занимается продвижением в интернете, продвижением меня в интернете. То есть мне очень сложно. Я, наверное, отчасти скромный человек с точки зрения того, чтобы себя хвалить. Да я молодец, да я вот такая. Он говорит, напиши, что ты чемпион России по грумингу. Я говорю, ну, ты сейчас такое все сказал. Говорит, видишь, диплом не написано, пиши. Он говорит, нет, вот я сейчас сам напишу. Я считаю, что у нее есть все шансы на то, чтобы стать мировой звездой именно в груминге. Мне интереснее попробовать себя в других странах посмотреть другой уровень и вот конкурентноспособность ту. Потому что это немножко шаг вперед. Это, конечно, такой очень дорогостоящий во всех смыслах этого слова шаг. Но потихоньку нужно выбираться на другой уровень. Есть хобби, да? А есть работа. Вот работа – это салон, а хобби – это разведение собак. На этом, ну, не заработаешь. Если посчитать, сколько тратится денег на выставки, на их еду, уход, то это назвать каким-то бизнесом очень сложно. Я занимаюсь разведением нескольких пород. Это фокстерьер, восхалентвайтерьер, норвичтерьер. Питомник существует лет 7. Это называется городской питомник. Я противник клеток, противник каких-то вольеров. Они живут каждую хозяевку. По документам они мои, они могут быть на совладении с людьми. И они замечательным образом живут у людей. Также они у людей вяжутся. Я помогаю там в продаже. Я планирую вязки. У нас появился клуб собаководства. Также мы проводим выставки. К нам начали подтягиваться те люди, которым с нами интересно. Для меня это был белый лист. Сейчас потихонечку уже втянулись, разобрались. Без любви этой работой никогда не будешь заниматься. Это тяжелая работа. Я прям вот маньяк. В хорошем смысле этого слова. Меня трясет. Я уезжаю в отпуск. Я вижу лохматую собаку. У меня начинает трясти. Я спрашиваю, почему вы не стрижены. Или там я ножницы с собой взяла. Ну, это клиника. Начинается даже, наверное, с собеседования. Нужно понимать, где этих сотрудников брать. HR-ы – это люди, которые занимаются наймом персонала, работают с персоналом. Они понимают, кто целевая аудитория. То есть кто те люди, которым мы продаем вакансию. Кто будет покупать нашу вакансию. То есть какие у них чаяния. Чем они интересуются. В каких социальных сетях они состоят. Что они предпочитают. Какой у них возраст. И настраивать на них таргетированную рекламу. Необходимо подготовиться к собеседованию. То есть составить скрипт разговора. То есть специальные речевые модули. Которые позволяют вам с большей, скажем так, долей вероятности. Понимать, кто перед вами стоит. Это ваш сотрудник или нет. И заинтересовать его в вашем продукте, в вашей компании. То есть ты выявляешь потребность человека. То есть условно, например, понимаешь. Ему очень важно, например, чтобы был сплоченный дружный коллектив. И, например, зарплата. Ты понимаешь, что заработная плата не очень. И ты начинаешь говорить о чем. Ты начинаешь с первого козыря. Самое главное. Ты делаешь на него акцент. Какие у вас замечательные люди. Как все круто. Как бы начинаешь добить на эту мозоль. Как бы рассказывать, как все здорово. То есть где-то там в середине ты зашиваешь свою не очень большую заработную плату. Но при этом говоришь, что она выплачивает супер вовремя. Как бы люди крайне довольны. И есть возможность карьерного роста. Там так далее, так далее, так далее. То есть ты начинаешь выпячивать те выгоды, которые интересны человеку. Если это говорится о каком-то топ-менеджере. Каких-то крутых специалистов. То лучше привлекать за какие-то большие очень деньги. Как бы профессионально работающие агентства. Которые занимаются наймом персонала. И крупные, кстати, корпорации. Они нанимают, как правило, персонал именно через какие-то крупные компании. Которые занимаются рекрутингом. Очень тяжело все вместе собрать. Чтобы у тебя были и выставки, и мастер-классы. И конкурсы груминга. И работать не забывать. И собаки дома. И дети, естественно. Семья. Ни про кого, ни про что не забыть. У нас, опять же скажу, плавный график. У нас старший сын ходит на футбол. Каждое утро их отвозят в садик. Он их забирает из садиков. И возвращается домой. В выходные нас спасают бабушки. Когда вот меня особенно нет. Конечно, должна быть инфемера. Мы стараемся ее соблюдать. У нас очень плохо получается. Это ненормально, когда мама 24 на 7 на работе. И видит их только вечером и ночью. Старшему хочется внимания. Время нужно, чтобы поинтересоваться, как у него дела. Чем он вообще живет. По-маленькому тоже очень надо. Потому что ему нужна мама. У него еще такой возраст, что ему реально нужна мама. Не столько мы времени посвящаем, сколько бы хотелось. Но, с другой стороны, есть уникальная возможность у наших детей больше общаться со своими бабушками и девушками. Вот так мы себя оправдываем. Вечером нет времени. У тебя нет сил. Ты вот так падаешь, на тебя все сверху падают. Смотрят мультики, либо читаешь вечером книжки. Они на тебе сверху все висят, облепили со всех сторон. Меня просто устанавливает то, что я помешана на работе. Останавливаю себя на том, что нужно заниматься семьей. У меня не хватает времени больше на детей. Это вот не очень хорошо. До сих пор не могу на 100% сказать, что я вот по всем все распределила. От меня ничего не зависит. У меня этот вопрос есть до сих пор. Стараемся в воскресенье, когда это не выставочные дни, не командировки, посвятить детям. А потом опять новая неделя. И все, неделя сурка. У меня бывает усталость именно физическая, что я не могу. А вот что эмоционально я бы и делала, и делала. Для меня сейчас самое основное – это найти время. Если бы продавалось время, было бы вообще волшебно. Дополнительное время уйдет на общение с детьми. В данном случае им это необходимо. Но и это необходимо мне. Редактор субтитров А.Семкин